Дай почитать. Эмма Уотсон. Особенно жарко обсуждали проявления нетрадиционных наклонностей и режиссера, и Гастона, и других актеров и создателей фильма. Мы знаем сюжет этой европейской волшебной сказки, традиционно публикующейся в приложениях к сказкам Шарля Перро. Первое издание версии сказки в 1740 году. Но на самом деле родственный сюжет у Апулея в Амуре и Психее. Очень похожая сказка про красавицу и чудовище попала в сборник итальянского писателя Джованни Франческо Стропоролли. А в России этот сюжет имеется в «Валеньком цветочке» Сергея Аксакова. А многочисленные экранизации доказывают необычайную популярность этой старой французской сказки. А вот Лиз Брасвелл пишет свою сказку «Красавица и чудовище. Другая история Бель» с предостережением. Это не та сказка, которую вы знаете, но та, которую вы точно не забудете. И с грозным вопросом. Что если магия – самое страшное зло на свете? Это по жанру скорее митквелл. Здесь параллельно известной нам историей развивается другая сюжетная линия, дополняющая основную. Итак, наряду с известной по легендарному мультфильму или фильму 2017 года, все равно сюжетной линией развивается абсолютно новая, связанная с ее отцом и матерью – Моррисом и Розалиндой. Дело в том, что мать Бель – настоящая волшебница. Смелая, очаровательная, но еще совсем не мудрая. Это приведет в конечном счете к очень печальным последствиям. Но ее поступком есть оправдание. Король и королева решили избавить свое царство от червников – феи, троллей, фавнов, волшебников. Монаршая Чита просит Розалинду спасти их от эпидемии. Но Розалинда откажет, а спасет только слуг и детей. А потом пропадет. Бель еще более смелая и начитанная по сравнению с фильмом. Она просто книгоман. В книге, кроме библиотеки, есть еще и чудесный книжный магазин. Прошлое так плотно связано с настоящим, так много неразгаданных, зловещих тайн, что слова «магия возвращается» придадут этой книге какой-то мистический оттенок. Хотелось бы лучше узнать чудовище, а то он как-то всю жизнь прячется от всех и в этой книге тоже. Дорогие слушатели, читаем книгу Лис Брасвелл «Красавица и чудовище. Другая история. Бель с предостережением». Это не та сказка, которую вы знаете, но та, которую вы точно не забудете. До новых встреч. Дай почитать.